Здравствуйте! Доклад не совсем обычный. Это, в общем-то, отчёт по результатам работы по этой проблеме, которая была задана на предыдущей конференции с просьбой создать справочник понятий фундаментальной физики и вообще науки. Вот. Значит, основа этой работы, в общем-то, это сама точка. Я утверждаю, что точка имеет внутреннюю структуру, и структура эта подобна структуре ленты Мебиса, или, проще говоря, даже сферы Мебиса. И её топология достаточно интересна и очень сложна, которая позволяет решать многие и очень многие вопросы. Была разработана методология аксиматического доказательства любого понятия, которое включало четыре пункта. Это область существования самого понятия, это его признаки, это нормирование понятия и процессы трансмутации и трансформации этого понятия в рамках нашей земной жизни. То есть, например, утро переходит в день, день – в вечер, а вечер – в ночь, и всё возвращается из начала в конец. Вот. И плюс к этому, на базе этого было дано определение, что такое сама теория. Теория – это система аксиом, и доказательство теории заключается в доказательстве всех аксиом теорий. И до тех пор, пока не будет доказана хотя бы одна аксиома в рамках теории, невозможно будет теорию считать саму теорией. Это будет всего-навсего гипотеза. Вот. Я хочу сказать сразу, что по моим представлениям, нету пока на Земле ни одной доказанной теории. Это наше бытие, наша ситуация. Я буду рассказывать только о материальных проблемах. О нематериальных или, скажем так, о духовных проблемах можно было бы, но это ещё один очень серьёзный вопрос, который в рамки моего выступления просто не вмещается. Дело в том, что материальный мир может быть описан в рамках пяти первоэлементов, которые, в общем, давно известны ещё со времён тысячелетий, ну, много тысячелетий назад. Значит, раньше их называли как материя, как металл, земля, вода, воздух в разных системах по-разному, и разное количество. Я же перевёл это на современные понятия, перевёл в то, что, скажем, у нас есть такие понятия, как, скажем, мы можем измерять длину, то есть это вот размер, мы можем считать это количество, мы можем также наблюдать смену циклов, это смену времён года, и мы можем наблюдать разного рода трансформацию и трансмутацию, то есть это вот хотя бы даже в рамках того, что мы называем, ну, скажем, рождение человека или любого организма из яйца в организм, потом возвращение обратно в землю. Вот, и для каждого такого понятия я, в общем-то, определяю определённую область знаний. Допустим, если мы говорим про количество, то этим занимается арифметика, если мы говорим про длину, то этим занимается геометрия. Циклы – это, в общем-то, у нас акустика, оптика и радиотехника, радио. И, в общем-то, то, что последнее довольно сомнительное, можно по-разному рассуждать там, но это, возможно, астрономия. Дело в том, что когда я рассмотрел эти вопросы, то оказывается, что число тех возможных разных систем и подсистем, которые достаточно настолько огромны, что для того, чтобы описать окружающий мир, требуется достаточно большое число, которое, в принципе, для нас даже немыслимо. И в связи с этим возникают вопросы очень серьёзные, связанные с расширением того, скажем, алфавита или тех знаков, с помощью которых можно и нужно, скажем, описывать этот мир. Ну, а дальше я перехожу, собственно говоря, к первому понятию – это количество. Дело в том, что количество – это определяется таким, ну, арифметика – это арифметика чисел. Числа сами по себе, как ни странно, но они могут быть одномерными, двухмерными и трёхмерными. В качестве трёхмерного – это обычные наши твёрдые тела. Двухмерные – это жидкости, а одномерные – это газы. И дальше, если переходить конкретно к каждому из этих понятий, то мерное тело, то есть мерное число – это то, чем можно измерять что-либо. Ну, допустим, длину. То есть прикладывать конкретно вот эту ручку и считать, сколько этих ручек будет длина этой комнаты. То есть дальше, двухмерные – это частотные числа, мнимые числа, то есть числа, которые считаются в обратном порядке, то есть не слева направо, а справа налево, то есть они идут в обратном порядке. То есть, скажем так, левосторонние и правосторонние числения. И первое число, первая, ну вот, скажем, частота навсегда больше, чем последующие. Есть очень большие проблемы, связанные с этим счислением. Первое – это основание счисления. Второе – это то, что не существует в арифметике отрицательных чисел. И это давно известно, но было почему-то забыто. Не существует также и дробных чисел. Вот там есть картинка, которая показывает конкретно, что, ребята, ну нет у нас половины людей, которые могли бы что-то объяснить. А так называемые комплексные числа на самом деле являются подобием натурального числа, которое объединяет и мирное, и мнимое число. То есть это интересные такие вещи. И плюс к этому, для того, чтобы произвести переход от мнимого числа к натуральным, вообще-то это невозможно, но цикл перехода не через квадрат, а через шесть циклов. Следующее у нас. Собственно говоря, и чего у нас нет? У нас нет арифметики переходных процессов из одного пространства к другому. И, в общем-то, арифметика комплексного числа сегодня – это попытка, в общем, соединить ужа и ежа. И вот здесь показан конкретно текст из арифметики Магнитского, где конкретно написано, что нельзя из меньшего числа отнимать большее. Запрещается это. Теперь геометрия. Ну, геометрия Эвклида одномерная, потому что, в принципе, там она базируется на обычной длине. И у нас есть геометрия Лобачевского. А геометрия Лобачевского – она внутренняя, то есть левосторонняя, двухмерная. Но, опять же, возникает вопрос, то есть она в какую сторону, скажем, ну, как считать её. И геометрия Риммана – двухмерная, правосторонняя, то есть внешняя. Здесь, конечно, много чего есть обсуждать, но у меня просто нет времени, чтобы вас утруждать. Самое главное – сказать то, что, ну, как есть. И, соответственно, что в рамках этих геометрии не существует геометрии переходных процессов, нет трёхмерных геометрий, и не только трёхмерных, но и одномерных тоже. Эвклиды есть, а только одна, а их должно быть две. Теперь в отношении циклов. Очень часто путают, скажем, циклы и частоты со временем. Это очень серьёзная проблема в науке, когда одно подменяет другим. Очень интересно то, что вот есть такая очень интересная вещь, что, скажем, что такое белый шум. Вы в курсе? Это белый шум – это объединение всех, скажем, всех нот в одно единое целое. То есть, когда белый шум переходит в белый цвет. И это является границей между звуком и светом. А семь цветов радуги, их объединение, переходит в чёрный цвет. И мы видим, смотря на небо, мы видим, что там как раз тёмное небо, чёрный цвет, и дальше идут радиоизлучения. И, собственно говоря, нотный стан, он тоже каким-то образом показывает нам вот то строение нашего окружающего мира, которое может быть описано с помощью этих самых нот. Ну, как бы в любом варианте. Ну и дальше уже астрономия. Если мы говорим про внутреннее содержание, ну, скажем, то, что находится внутри, и этим занимается томография. Ну и, собственно говоря, в томографии отмечено, что отсутствуют собственные единицы измерения и мерительные инструменты. И разрушая нашу Землю, мы, собственно говоря, ничего не можем понять, как на самом деле устроена наша Земля, и почему она, например, живая, а не мёртвая. Поверхность Земли определяется наукой картографии. А, собственно говоря, космография – это проблема описания космоса. Как и что. И я хотел бы обратить ваше внимание, вы просто задали для себя вопрос, в курсе ли вы и знаете ли вы, что Солнце находится в одном из фокусов Эльпса? Вопрос очень простой на засыпку. А что во втором фокусе находится? Это к астрономам в первую очередь. Сточка пространства такая. Да-да, конечно. Там то, что вы не можете увидеть. Но там… Дело в том, что если вы хотите, чтобы было равновесие в природе определённое, то там что-то должно быть. Для вас нет. Вот. И… А? Это просто… Ничего нету. Это просто воображаемо расчётное. Расчётное, расчётное, да. Да-да-да. Я сейчас статью написал эксцентриситет. Хорошо. Давайте не будем мешать мне. Вот. То есть, короче говоря, можно, конечно, складывать разные разделы между собой, получать соответствующие другие разделы наук. И, собственно говоря, мы увидим, что, так как у нас много разделов отсутствует, то у нас и, соответственно, отсутствует вообще-то, честно говоря, понимание того, что в рамках вот этих конкретных отсутствующих моментов, что здесь должно быть. Хотя, в общем-то, можно определить через… Ну, как бы это определить через… Аналитическим образом можно определить параметры того, того, что мы можем там наблюдать и соответствующим образом найти такие же примеры в природе. Вот. Ну, дальше просто я не хочу про эти самые, все эти вторичные фундаментальные науки. Я только хочу обратить внимание на раздел науки «Время». Так вот, внутреннее время Земли идёт по часовой стрелке слева направо. И именно это, в общем-то, не даёт нам его видеть. И шаг мерности этого времени, ну, это сложно, сейчас объяснять не буду, 0,5. У меня в книжке, которая опубликована на сайте, это всё есть. Вот. И я дал такую формулировку времени. «Время» – это отображение пространства на внутреннюю частоту самого пространства. Вот. Собственно говоря, календарь показывает, так как у нас порядка больше 40, даже 50 различных календарей, вот сегодня было тоже сообщение о том, что там аж 70 разных календарей, вот, то, соответственно, встает вопрос о том, в едином, скажем так, исчислении нашего времени в годах, в днях и прочих. То есть, это не существует, но желательно так или иначе с этим вопросом определиться. Вот. Ну, и астрономическое время – это, вообще-то, честно говоря, скажем, определение расстояний с помощью времени – это нонсенс, который вообще трудно объясним. Вот. Потому что, извините, время – это частотная характеристика, а частотной характеристикой определять линейное расстояние практически невозможно. Вот. И плюс к этому, те варианты измерения, например, с помощью параллакса, честно говоря, вообще, скажем, ни о чём. Есть очень хорошее исследование Раушенбаха, академика, который в своё время занимался полётами в космос, Гагарина запускал, который утверждал, что человеческий глаз способен, не способен, вернее, видеть и определять размеры какого-либо объекта на расстоянии свыше 500 километров. И, в принципе, любой объект на расстоянии свыше 500 будет всегда постоянно одинаковый размер. То есть, вот такая вот. И дальше вот идёт постоянный. То есть, вот здесь вот у нас 500 километров, и сколько здесь можно, хоть миллион километров, да, то вот это расстояние будет одинаковое, что здесь, что здесь. Вот, он это доказал, он написал, и эта проблема как раз связана с тем, что, допустим, наши космонавты, когда летают и смотрят на то, что вокруг них летает, не могут зачастую определить, что за объекты вокруг них летают. Это проблема, в принципе, не только человеческого глаза, но и тех инструментов, которыми пользуется человек, которые устроены по образу и подобию. Неважно, там это телескопы или радиотелескопы, всё равно они имеют ту же самую погрешность, те же самые проблемы. Вот, и ещё один вопрос очень интересный. Следует отметить вот то, что у нас на самом деле отсутствует геометрия, арифметика и прочие науки как для атома, как для электрона, как для Вселенной и прочих-прочих, кроме Земли. То есть, фактически у нас нет фундаментальной науки, в которой можно было бы что-то и как-то описать. И поэтому здесь очень большая проблема. Но в этой связи я хотел бы сказать, что я разработал, конечно, небольшую такую систему или, скажем, теорию круговых диаграмм, которой можно, в принципе, что-то и как-то описать. И в качестве примера я привожу закон Кулона, в котором можно каждый элемент, в общем, так или иначе определить. Скажем, вот буква К, вот этот коэффициент, это определяется как среда, допустим. Но среды бывают разные, поэтому и коэффициенты могут быть разные. Ку малое – это, в общем-то, это объекты сами по себе. А Р в квадрате – это те расстояния взаимодействия, которые… Ну, на самом деле, Р квадрат или Р куб или как-то по-другому – это сейчас в данной ситуации не важно. Важно, что эта система работает. И, в принципе, с помощью её я сделал вот тот анализ, который я вам предложил с ним ознакомиться. И, собственно говоря, вот, собственно, вывод у нас, который я вам привожу. Значит, нет ни одного аксиматически доказанного фундаментального понятия в науке, на основе которого можно построить неправильчивую систему теории знаний. И показано конкретно, сколько конкретно областей знаний только первичной, самых фундаментальных наук, четырёх всего-навсего, у нас нет. И если мы пойдём дальше, то у нас получится, что вот та циферка 99,9%, она будет соответствовать реальности. Даже она будет ещё выше. Ну и, соответственно, вот на этом. И поэтому я считаю, что необходимо создавать, организовывать Международный научно-исследовательский институт, потому что этими проблемами, этими вопросами никто сегодня не занимается. И поэтому я приглашаю вас подумать и, в общем-то, решить эту проблему. Можно здесь сейчас, можно позже. Связаться со мной и как-то решить её. Ну вот, благодарю за внимание. Мой доклад окончен. Как назовёшь, так и поплывёшь. Меня запиши туда. Назовите. Ну это вообще не так. У вас тут не было все странно. Неважно, всё надо совершенствовать и изучать. Это моё мнение. Это моё мнение, что этого нет. Вы можете считать иначе, я не против. А всего вы доказываете, да? Да, конечно. Надо собраться.